Привет всем! С вами ваша Силва Баттфлай, Серебряная Бабочка. Ну вот, пришел момент, когда я буду обозревать ароматы, как пастельные краски, акварельные краски. Я думала, что у меня их мало, но из новинок почти все такие вот пастельные, потому что я гоняюсь за тихими, и все сменилось. То есть я ценю яркость в прошлом, и ценю такую тихость в настоящем. Ну что ж, начнем? Так. Я буду доставать по одному. Это у меня будет Virgin Lily of the Valley. Девственный ландыш от Eric Wouterboe, или его называют здесь по-английски просто E.B. И все. И тот, кто знает, тот знает. Просто кайф. Я уже говорила вам в обзоре про него. Это как ландыш серебристый, но в очень дорогом магазине, где все дорого, богато. И баночка там красивая, все красивое. И цена тоже красивая. А мне достаточно одной таблетки. Мне достаточно вот такой пробирочки, чтобы радоваться и делиться с вами. Что же еще у меня тут есть? Еще одна пробирочка. В целости Jasmine. Праздничный Jasmine. Это же понюхаю. Еще раз, чтобы вспомнить. Мне показалось, да, как будто бы jasmine, вот он яркий такой, да, но в то же время где-то есть яблочный такой вот отголосок. Настолько необычный этот jasmine. У меня jasmine много. И я даже делал видео с jasmine. Оставлю скоро. Он уже готовый, стоит целый месяц, ждет своего часа. Все, я никак его не опубликую. Ой, сижу уже кайфую. Вот мне много не нужно. Я могла бы купить каких-то несколько дорогих ароматов, там по 400 долларов, и сидеть их жонглировать. Но у меня намного больше идей, чем парфюмов. То есть получается, у меня парфюмов-то больше, а если я куплю, допустим, современные ароматы все, и буду из-за дня в день про них рассказывать, тогда вы заскучаете, скорее всего. Мне он очень нравится. Кстати, весной он пах совсем по-другому, а сейчас, летом, он пахнет просто шик-блеск. Он и тогда пахнет хорошо, а сейчас еще лучше. Что же еще? Коллекциони привата. Джази твист. Джазовый твист. Тоже у меня есть обзор на него. Я просто влюбилась в этот аромат. И он из дорогих, из крутых, но он стоит того. То есть тот, кто не считает свои деньги и может ими сорить. И в то же время не хочет быть, как все, в то же время хочет быть дорого-богато. Вот оно. Но только в приглушенном виде. То есть такое тихое обаяние буржуазии. Когда-то я сказала, что он пахнет таким вот ручьем. Игривый такой ручей, когда в феврале-марте он казался вот таким. А сейчас я хочу попробовать, если честно. Здесь летом запахло совсем по-другому. Он стал намного ярче. Так, с зимы он казался очень светлым. А сейчас он как бы среди вот этих вот разбеленных оказался очень таким джазовым. Здесь есть нота, которая присутствует сейчас в каждом богатом аромате от очень крутых брендов. Скажем, есть такая нота в Armani Preve почти во всех бутылечках. Есть такая нота в Ex Niila. Есть такая нота в Khrkjajan. Ее называют вот эти вот pickles или маринады, да? Вот она сейчас у меня вылезла именно в этом варианте. Совсем по-другому заиграл аромат. Вот иногда стоит пересматривать. Да, он все же акварельный. Не такой яркий, то есть не такой вот черно-с-белым или черно-с-красным. А вот такой, как моя блузка. Так, что же еще у меня тут есть? Вот так, у меня есть. Rose of No Man's Land. Rose of No Man's Land. Потом Бал в Африке. 7 вуалей. Про 7 вуалей я делала видео, как он мне понравился. Это просто супер. Это не то, что акварельный, а акварельный. Это наоборот вот, это как будто взяли акварельные краски и они все разлились в один и тот же момент. И это такое многокрасочное что-то произведение. Его не описать. Я его, наверное, оставлю на потом. Сейчас я распечатаю. Нет, как распечатала? У меня распечатано уже. Открою. Из недавних своих приобретений Стеллу Маккартни. Лили. Но она с точками. Л-и-л-й. Переводится как Линда, I love you. Это как Пол Маккартни называл Линду. Свою жену. И Стелла решила вспомнить об этом, потому что она точка. Ой. Я просто кайфую. Хочу надушиться сегодня вот так. Вот это вот действительно акварельные краски. Но вот как художник, художнику, да? Вернее, как музыкант художнику, я скажу, что иногда мне нравятся супер яркие картины, супер яркие краски. А иногда меня тянет на вот такие вот акварельные зарисовки. И я прям люблю смотреть такие вот невинные картинки там. Допустим, какие-то фиалочки, какой-то ручеек, лилии, белые цветы, розовые розы, такие светлые розы, почти как шиповник. То есть такие легкие разбеленные цвета и в то же время такие кайфовые. То есть такой аромат мне сейчас скажут. Вот тебе такой на выбор или тебе сейчас самый яркий, мощный, удовый аромат. Или какой-нибудь там из современных с налетом морской соли. Все-таки я выберу вот это. Потому что я знаю, что я буду таким ароматом пользоваться. Не просто наслаждаться запахом и все. А где же сама цель этого аромата? Цель у аромата, чтобы им пользоваться, чтобы им брызгаться, чтобы от вас вкусно пахло. Иначе для чего все вот это нюхать и не имея возможности использовать? Вернее, возможности у нас у всех поубавилось. Но вот именно я говорю о том, что надо как-то все равно пользоваться тем, что у вас есть в коллекции. Потому что бывает так, что люди загораются вот этой вот гонкой погони за парфюмами, что теряют главное. А для чего эта погоня? То есть для того, чтобы им использовать его, наслаждаться, вспоминать о нем. Какие-то у тебя воспоминания уже связанные с событием в этом аромате. Или просто как купить, покрутить в руках несколько месяцев, а потом его продать. Ну, каждому свое, конечно. Но я предпочитаю все-таки наслаждаться подольше. Подольше это мое. Что же хотела вам рассказать про Бал в Африке. Бал в Африке я делала обзор, мне очень нравится. Кто-то его сравнивает с Кузнецким мостом. Я сравниваю его с Клима. Кайф. Про это отдельно. И про это я вам расскажу чуть позже. Вот. Вот он мой символик. Ну так вот. Вот этот символик я все-таки попробую. Так. Слушайте, а вот это я не знаю. Мне кажется, это должен иметь любой парфманьяк. Это как будто бы кто-то разлил яркие, прияркие краски и потом полил это водой. И они все смешались и стали таким красивым произведением. Вы знаете, я бы хотела его в бутылочке. Хотя мало что хочу в бутылочке. Вы знаете, я не выдержала, я все-таки опять заглянула во фрагрантику. И какие там интересные ноты. Там есть морковь, там есть вистерия, там есть морковь, розовый перец, ваниль, что тут еще. Вистерия. Внутри, внизу, сандал. Когда говорят сандал, все, меня уже купили. я начала задумываться, я просто сандаловый человек. Если у меня будет шанс собирать только сандаловые парфюмы, я буду первая. Вернее, я и так буду первая, но это просто это какой-то вечный кайф. Всем советую эти семь вуалей. Вообще, у Боредо очень много хороших ароматов. И к ним приходишь постепенно. Сначала один тебя зацепит, потом другой, потом третий. Может быть, он не так долго держится, а мне этого и не надо. Но вот именно Seven Whales. В общем, я сегодня говорю так, тихо, потому что муж вот там вот буквально через два метра от меня заканчивал свой репортаж про акварельные парфюмы. Но мы еще вернемся. Еще много чего нужно обсудить. Я даже подумала, если бы вот у меня сейчас был любовник, я бы его заставила купить Seven Whales. Шутка. Но у кого есть любовник, попросите его купить вам всем вуалей. Пригодится. Хотя его жене это не понравится, а зато мне очень понравилось. В общем, так, заканчиваю репортаж. С вами была Силва Butterfly Серебряная бабочка. Пока-пока. Пока-пока.